Пчеловод На разных форумах мне всегда не безинтересно присутствовать. Хочу ответить организаторам. Им удалось настолько вот эту тему, как ни на одном форуме, свести воедино. Спасибо за это. Второе. Смотрю зал на Пчеловодов. И вспоминаю. Как вы думаете, что я вспоминаю? Что? Кого? Женщин. Женщин правильно, отчасти. Без них было в мире по высокому тумане. Но я вспоминаю Маяковского. Почему? Гляжу я на Пчеловодов. И вот вспоминая его, у него есть только гвозди бы делать из этих людей. Не было бы крепче в мире гвоздей. И я горд, что вот именно, глядя на вас, Пчеловоды, вот оправдывают вот эту мысль, что крепкие, пытливые, настойчивые, трудолюбивые, здоровые. Вот это, вот эти качества можно вот, так сказать... Дайте микрофон, в первый ряду, ну вот. А, ну вот, он мне не может. Значит, к организаторам есть замечание одно. Значит, вот награждали за прошлое, вот. А у нас есть Тенчер, я думаю по Пчеловодству, здесь она не здесь, это Тамара Яковлевна Жукова. Вот. Она такой большой вклад внесла, мягкая, интеллигентная женщина. Вот ей надо грамоту, а белорусскую какого-то вот... Ну это в порядке ремарки. Да, промсоюзов. Дальше. Следующий рамок по существу. Дальше. Вот это ремарки. Ребята, вы знаете, очень полезная дискуссия. И споры. И споры. И споры. Предметные. А я вам хочу сказать, вот, весь вопрос. Ребята спорили. Вот термины и так. А вот если мы хотим чего-то достичь, все должно быть очень точно. И в терминологии. И во всем. Вот. Вот. Споры полезные. Спасибо организаторам. Тему-то нашли. Какую вот. А порода пчел. Спасибо. Ближе. Значит, вот я вам хочу сказать, что такое вот Баквас. Порода, гибрид, широкая карника. Порода, гибрид. А вот именно терминология определяется. Вот Дмитрий Константинович, кулуаров, вот он задавал вопрос. Значит, собака, пудель. Порода или гибрид? Порода. Да, минутку. Минутку. Значит, порода. Но. В этой породе идет расщепление. Раз, раз. И вот идет расщепление. Очень право. А почему? Вот эта порода, значит, относительно молодая. И в ней вот Читов сказал вот о генах, о обменах, о том, что я вот как в этот институт, допустим, и генетику изучали досконально. Профессор Ольга Алексеевна Иванова, она, ее репрессировали, курила Север, но насколько потом ее билетировали, насколько знание сильное вкладывало, что они до сих пор не вышли. А генетика была полыщенко или? Что, что? А генетика была полыщенко? Нет. Вот как раз, как раз полыщенко, как раз полыщенко, вот за это она и пострадала. Собственно говоря. Ну ладно, это уже как бы другие аспекты. Значит, вот мы о чем спорим. Хочу вот вкратце мысль выразить. Значит, что такое хорошо, бакфост и вот, и генетика, там, другие породы. Я вам хочу сказать, вот, кто ответит на вопрос? Три волоса, это много или мало? Смотря где. Если тарелки супа, это много, на голове мало, правильно? А вот вопрос в том, что, скажем, вот, бакфост, ее можно рассматривать и как породу, и как породную руку, но относительно молодую. Вот, скажем, может быть, ей через сто лет или через сколько-то там, вот, сочетание комбинаций позволят ей укрепиться, как в состоявшейся породе. Вот. Значит, в условиях Белоруссии, в условиях Белоруссии, говорить о том, что, вот, допустим, мы можем заниматься разведением бакфоста, ну, практически с учетом всех реалий, как породы не приходится. И, но мы, очень правильно, разумно люди поступают, это не обязательно сделать. Есть исходный материал. В Германии, там, в других, очень серьезных, вот, и купили люди, вот, как мне, как портанович, мы ехали на одном форуме, матка, 450-500 евро, одна матка. Кто вам сказал такое? Где вы такие цены видели? Вот, подсаживал, и... А, 4 тысячи евро, что тут? А, минутку. Где цены? Подождите, давайте не голословно, а что там? Ну, подождите, ну, давайте этот, допустим, предмет, это не кондискуссий. Вот, ну, скажем, подождите, молодой человек. Ну, давайте так. Это можно подискусировать угодно. Я имею в виду вот это. Так, дорогие, материал хороший, временной, он и должен стоить дорого. Потому что там сосредоточен огромный труд селекционеров, научно-исследовательских работников. Вот, и если вот уже вывести породу, это огромная работа. Поверьте, я знаю, вот, Тенкин знает, еще кто-то там допустил, кто заканчивал. Что такое? Люди иногда жизнь тратят на выведение, и их не получается. Вот, это огромный труд. Значит, что такое БАКЛОС? БАКЛОС с точки зрения пользовательской, да? Его можно назвать Мерседес. Но сегодня вот они стоят, пчелы, вот те, которые матки, они стоят этих денег, и они будут... Но Белоруссия, Россия, да и думаю, и другие страны, они еще не доросли до того уровня, чтобы пчеловод мог быть на обыкновенной пасеке. Он бедный не понимает то, что скупой платит дважды. А вот хорошую матку купить, будто БАКЛОС, допустим, столько есть преимущества. Но опять же, вот этого ни себе не могут жить никто позволить. Я, скажем, не занимаюсь выводом маток. Но у меня пасека примерно от 65 до 80 семей. Я фермер, я выращиваю траву медоносную, дольник, пацелев, бортовник и рядом пасек. Ну, занимаюсь пчеловодством. Но беру матки. Я очень благодарен Макаревичу, Ивану Владимировичу, 3 года назад взял матки. Я не могу нарадоваться, крайенько. Я от них даже дочерей поступаю. Значит, я приходил на пасеку, жара, я иду в плавках. На голову, я иду в плавках. Все, как, вот, попробовал. Значит, а, еще у Ивана Ивановича итальянку брал. То есть, не для произведения, не для вот этого. А брал все, попробовал, в сравнении. Вы знаете, тоже изумительно, прекрасно. Вот когда, допустим, матка от ее дочери, семья, ну, вы можете кто-то сказать, что за одну качку, у меня по целям 50 гектаров, тоже скажу, было посеяно. За одну качку... Не-не-не, не-не, ребят, подождите, ну не все же это дали. Но я ни к чему, для того, чтобы мы ослышали суть нашего разговора. Так вы ближе к теме. Минутку. Значит, вот за одну качку две фляги, и в ней влезло фронтого с одного улья. Ну так что? А вот в армии не я, я поуведил, я поуведил, значит, планку принимал, состанкатель его обрабатывающий, помогал мне человек из пчелопетонника, Баранбельского, он работал, я поражен. Вот это от Эгорода, и он вообще, значит, ну, не небо. Значит, хочу, ребят, хочу сказать вот что. Чтобы мы поняли суть, значит, папичев из Костромской области, чего вот, Газал, что пчелы не в состоянии себе создать условия, чтобы можно было в комплексе использовать генетические потенциалы, получить огромную продуктивность, а значит и прибыль. В этом призван человек, в этом призван Тёмкин, он оборудование облегчает наш труд, допустим, в этом селекционеры, наука, и вот если человеку всё создастся воедино свести, что очень непросто, это будет успех. А если человек, человек купил маточку Батверс, допустим, F1, да, и он уже из неё хочет вывезти, он... А F1 маточка кармина, то же самое, купил, вывезти, а что? А? Ну и что же тебе послушать, я же вас уважаю. До сих пор получалось. Я же вас уважаю, вот допустим. Ну и уважьте вы меня, прошу. Поэтому на замок, а потом мы с вами, если что-то будет непонятно, уточним, хорошо? Вот это такая информация. Значит, к завершению, значит, что такое? Батвласт. Я бы склонен, конечно, считать это породной группой. Порода практически молодая, не устоявшаяся. Почему? Потому что, вот, скажем, завести Батвласт, и у нас всё это, я одним словом скажу, на большинстве пасек генетический фон смерти. И что может из этого улучшиться? Смерти. Генетический фон на большинстве пользователей белорусских пасек, это смерти. Нам не удалось достичь ни культуры, ни профессионализма, вот профессионалов, заубежных, почему? Потому что и государство там в этой стороне далеко не... Самоустранилось. Ну, мы с вами... Ну, спасибо, ребята. Давайте так. Поэтому... А вот Батвласт, скажем, если для профессионала, если есть человек, вот, скажем, вот, я даже соловьём, если он серьёзно занимается, или кто-то, и у людей есть, не надо жалеть, купить матку, она себя в десять раз окупит. Вот. Спасибо. Это вот. А с точки зрения, что вот порода или нет, даже вот уже, допустим, глубоко устоявшийся троинка. И как я завёз Батвласт, вот он завёл, я не буду называть производителей, значит, я уже не стал тогда, я уже не стал тогда, уже, 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 уже мне в палках стало. Молодой, 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 молодой. Так, это вот, уважаемые, уважаемые пчеловоды, значит, спасибо, что вы, выплывые, дерзайте, и даже пусть неудачи не останавливают вас. И я рад, что оброшу себя прекрасной гильди пчеловодов. Ну, биться, господи, вам вопрос один, один, один. Человек, пожалуйста, пожалуйста. Пока не торопитесь. Не дойдёт ему много, не волнуйтесь в улице. Можете, смажете. Спасибо за внимание. Пожалуйста, две минуты. Вообще пчёлы хороши, вот, только...